Конечно, жизнь, она меняется, атмосфера меняется как в Синскрите, это джагат, мы, в котором живем, джагат, он меняющийся. Кто-то помнит еще средства времена, кто-то промоложен, может быть, уже мелочи не понимает, что там было раньше, вот сейчас так просто. Мы переживаем серьезные перемены, мир продолжает меняться, и не всегда мы успеваем именно во времени знать почему. Мы не получаем образования в течение всей жизни, мы где-то получили образование, и там остановились, а потом уже действуют начинали. И постепенно, постепенно, поскольку мир меняется, мы постепенно отстаем от жизни, вот. Потом еще остаримся больше, еще и на нас будут смотреть уже материал устаревший. Технологии нас опередят, молодые люди сидят, время опередит. Это с каждым произойдет, а в обычной жизни. То есть вновь после времени живут очень великие личности, которые могут осознавать течение времени и чувствовать пульс всего полного целого. Это в больший разум, в общем, неординарные личности. В основном люди устареваются. И вот мы не хотим устаревать, как бы, цель наших встреч, все-таки получать образование, чтобы чувствовать пульс времени. Потому что успех невозможен без этого. Многие из нас мыслят по старинке, живут по старинке, или какая-то программа вложена уже в разум, и она просто действует автоматически, мы даже уже не думаем об этом, просто действуем как-то слепо. А что значит Лего? Что мы не получаем должного результата даже через 10-20, через 10-30, через 10-30. У него дальнейшем человек получает. И так устроен мир, что в любое время лидеры как бы влияют на всех. И у каждого из нас в уме или на практике есть какой-то лидер, конечно. На кого же мы смотрим? Например, когда я учился, учил образование в школе. Ленин был лидер для всей страны, и мы были к этому образу привязаны насмерть. То есть люди жизнь отдавали развиваться. Это идеи ленинской, учения и так далее. То есть мужчины, они героями становились, думая о таких лидерах, как Ленин, или там Сталин, как мой отец. Мою бытность уже Сталин культичностью ушел. На школе говорили, что это была культичность, была ошибка. Но во время моего отца это был Бог, отлично сказал, народный. Ленин тем более, понимаете. И вдруг внезапно все это сменилось, и мы потеряли. Тоже теперь наш лидер. Знаете, что происходит? Сейчас лидер становится более-менее безличный. У тебя больше сопряжения времени. Будь внимательный. Безличный. Может быть, никто. А что? Деньги. Вот какая сейчас подмена странная происходит. И многие из нас слепо приняли эту формулу в разум. А разум означает цель жизни. То есть это просто программа включается, а остальное автоматически действует. Ум, чувство, отработа, ноги, руки, машины, все туда, все туда. Дороги строят, экономику строят, все ради чего. Деньги, деньги, деньги. Деньги, деньги, деньги. Паспутно, волей-неволей, но все сейчас вокруг этого крутимся. То есть представьте, вот сейчас такая ситуация. Но, смотрите, в Бхагаватите говорится, яд-яда-чара-тишрештар. Что бы ни делала, делала великая Личность, там-там-там-эвет-раджана, туда пойдут обычные люди. Так вот, куда нас идут деньги? Если лидера, как Личности, не существует такого, а лидер стал безличным, потому что богатство, успех, комфорт, деньги, то куда же ведет вот этот лидер? Какой пример мы видим в этом? Что такое деньги в нашем образном восприятии? Да, это какие-то накопления, это какая-то собственность, это то, что можно видеть в каких-то там богатых дворах, не знаю, в каких-то сериалах показывают, какая-то роскошь, могущество, влияние, гладание. Это образ, знаете, как называется вето? Хирамия Кашику. Сейчас я здесь снимаю, это имя демона великого. Вот за камней безличной концепции какая-то демоничная культура скрывается. То есть я говорю по секрету, по секретной информации. Мужчины должны это знать. По самому случаю, правители мира должны это хорошо знать. Ну, мы не правители мира здесь, но мужчины, мужской разговор нормальный. И хирамия Кашику означает, что управляется вожделением и деньгами. Очень легко управлять людьми. Вот здесь, может быть, тоже есть управляющие люди, имеющие свои структуры какие-то, небольшие, может быть, или большие. Я бы знал, что людьми нужно управлять, если у вас есть такая ответственность, какое-то предприятие свое или бизнес свое, нужно управлять. Так вот, люди управляются этими двумя вещами. Вожделением и деньгами. Это демоническая культура. И цари прошлого, далекого-далекого прошлого, Раджи и Риши тоже знали это. Но они понимали, что если зашкалит вожделение, люди становятся очень агрессивны в обществе. До сумасшествия становятся агрессивны. Они за деньги могут убить друг друга. Что сейчас, в принципе, не так уж и удивительно. И зашкаливание температуры тела, это уже бред, уже человек, не все. Что он ради денег уже готов просто убивать. Ради нефти, ради рынков сбыта, начинается война, знаете, это уже просто паранойя начинается. Это, значит, вожделение зашкаливает, уже слишком много вожделения, вот это вот ненасыпные желания, вот это вот давление, сила, когда человек становится вот таким странным. Враждебно настроенным, ради денег и собственности. Если вожделение ниже опустить здорового состояния, то и видеться инфантильными. Ну, а представьте, что у человека есть возможность наслаждаться сердцем, сколько он хочет. И он станет инфантильным, безразличным, как и всему. Не способным ничего, толком сел. То есть, и вот это вот регулирование, вот этой внутренней силы вожделения, от нее зависит здоровое святение общества, направление цивилизации, куда она вообще пойдет. Вот и все. Вот что говорится в древних книгах. И Раджи и Риши, древние цели, это прекрасно знали. И знали, что вожделение, как температура в селе, должно быть 36,6, не 42, и не 35, а 36,6. Вот мы должны сейчас выяснить, где же это наша температура с вами находится на такой шкале, вот лично вот здесь присутствующая. В этом заключается этот главный момент. А? Потому что это будет уже такое влияние. И чего мы достигнем, и чего не достигнем. Кем мы станем. Как есть такая картина вознесла? Вы видите, с нараспути известные три направления. На левую падеж коня потеряешь, на правую падеж жизнь потеряешь, но достигнем славы, и прямо падеж еще. Вот три разных результата у нас выбора. Либо идти вот к этой паранойи, борьба за существование, пострять ее, конкуренция, побеждать любой ценой. Либо бросить все, спуститься на дно, в чувственное наслаждение, интоксикации, или просто безвозличие какое-то. Либо жить здоровой, нормальной жизнью. Но для этого нужна цель. И разум, разум, это цель жизни. Если нет цели жизни, нет разума. Высокая цель. И чем выше цель жизни, тем сильнее человек становится. Это очень важно менять. Поэтому если мы не выясним с вами, какова же эта цель жизни, которая вдохновляет все наши резервы, мобилизует каждый день, то, в принципе, ничего мы не сможем достичь. То, что мы с вами делаем, делают миллиарды на планете. Ничего с вами не будет. Ну, я беру такую смелость, сейчас такое сказать. Ну, в принципе, практически 100% сейчас касается населения, так скажем. Мы с вами вот это именно как раз население. Что мы как бы хотим что-то сделать серьезно, но не так уж и получается. Ну, что-то получается, в основном, ну, приходится просто всю жизнь выкалывать. И, видимо, так, как займут. Как мой отец это делал, как мой дед делал. Как все, ну, предки делали. Как сейчас люди делают то же самое. И ведические знания, очень важный момент, они обучают человека жить на много уровней выше, чтобы не стремление к плодам деятельности руководило ими, а сердце. То есть, ни деньги, ни выгода, а сердце. Вот чистое сердце. Мужественное, храброе, чистое сердце. Долг и к высшей цели стремление. И суть в том, что есть биологическая жизнь животного. Есть человеческая жизнь, исполнение долга. И есть божественная жизнь, когда сердце чисто абсолютно. То есть, задача заключается поднять человеческий уровень, это физические книги, с уровня животного, до уровня человеческого, а с человеческого на божественный уровень. И лидер на этом пути, где именно мужчина. Редактор субтитров А.Семкин